Девушки отдыхают Пожрать довольны Письмишко получить Степ, а ты как думаешь? Я не думаю, я чай пью Да нет, счастья на войне А тебя вообще не спрашивают Потому как молод еще И вообще, через полчаса я выхожу Мыться будешь, готовься давай Не, я купаться не буду Что я вам? Онегин что ли? Че, че? Вы мне в натуре скажите, когда мы на дело пойдем? А тебе что? Война гоп-стоп что ли блатная твоя душа? Ты курицу убить не можешь, а туда же Это я тогда, ребят, без финки был А с финкой я кого хошь, сыму Степ А? Ты покажи-ка ему Как языка снять Ну давай, я буду часовым А ты меня сзади сними Ты это зря паришь Поаккуратней А не дрейфь Жив твой Степа останется Да я за него не боюсь Я за тебя переживаю Чтоб ненароком не порезался Ну? Ну что? Сходил за языком? Еще приемщики Ну что? Мир Я тебе покажу Я тебе покажу Приемщики Зыка ты сопливая Да это не приемщик Меня Кури в лагере научил Отпусти 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 его Еще раз так сделаешь? Убил Хорошо Взвод Встать Шмирная Вольно Опять молодежь воспитываете? Так точно Товарищ старшина Значит так Слушай приказ Завтра в 2 часа 40 минут Батальон Одинцов проведет разведку боем нашей высотки Задача Как можно ближе подойти к высоте И выявить огневые точки противника Ясно? Яснее некуда Малахов Поступайте в распоряжение сержанта Познеевой Это за что это? Свиста много заговоренный Ладно Только не могу понять почему она меня выбрала Напарник ей нужен Коварный враг Зализывает раны Используя временную передышку Но очень скоро Он ощутит на себе Всю мощь Карающего удара Красной Армии Во главе с Верховным Главнокомандующим Товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным Весь советский народ Смотрит на вас Товарищи Еще один решающий удар И враг Будет повержен Есть вопросы? Нет Конечно Вопросы? Нет Товарищ старший лейтенант А газетку с собой заберете? Или может нам оставите Для углубленного изучения? А? Ладно Только передовицу, ребята, я себе оставлю Мне еще в других подразделениях выступают Да мы понимаем Ты еще не верил Ну как не верил? Нет, ребят Я не курю А с нами Уважьте, товарищ Политров Ну? Нет Теперь до Берлины И в Пересад Спасибо Иван Семенович А заявление в партию где? Будет заявление Будет Опять будет Я уже заждался А мое заявление видели? У меня там рекомендации есть Ваше заявление рассмотрено Но члены партбюро постановили подождать Рассмотрим после окончания наступления Да где же я их потом буду искать? Этих членов партбюро после наступления? Точно Слушай, ну ты это не каркай, а Так я вас слушаю Товарищ Бессон Ну я уже давал объяснение Я поступил в партию Только Крещеный я Верующий Вроде тихо Подождем Скоро концерт начнется Да скоро уже Финскую Тоже так бывало Спиной чувствуешь Что тебя в прицел Кукушка с сосны Рассматривает Пока портянки перематываешь Замрешь Шевельнуться боишься Хотя они тоже больше по офицерам Мы-то их не очень интересовали Что скажу, а? Сдается мне батя мой У этой высотки похоронен Что это взял? Местечко за болоте называется Так? Ну Вот здесь он в первую германскую и погиб А до сельчанин с войны и вернулся Рассказывал Горка за болотом Речка маленькая Все сходится Не думал могилку его найти, а? А вдруг правда? Затащила судьба на пригорочек Батарея минометная К югу от сосенок Метров четыреста Нет, пожалуй, пятьсот Пулеметные гнезда пять штук Вот пригорка Через тридцать метров Справа, слева Права Ну давай, Фрид, показывай Еще Еще два слева Понял Ну что тут у вас, писатели? Пишите? Да пишем Только писать нечего Блиндаж какой-то Не какой-то А самый настоящий Блиндаж связи А что справа? Товарищ лейтенант Справа Из-за бугра Пушки лутят Так пушки Или тигры? Ах вы сучьи гони Ах Как бить на тигры? Тяжело нашим приходится Видимо не врал язык А? Выходит не врал Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять Еще два Да сколько же их там? Ну что, разведская Проверить бы надо Я проверю Давай Давай Мужики, делай! Эй, сахарники, есть уже вы, нет, а? Отдавитесь, кто где? Вот я! Видали? Тигры-то у них деревянные, и зубы у них ржавые! Убили меня, Ваня. Убили. Теперь я это знаю. Коля Малахов, вставай. Куда? Поможешь. Лопату прихвати. Зачем лопату? Ну, зачем, Коля, лопату? Землю копать. Вот давай, помогай. Ты чё, Николай? Здесь? Здесь. А где? Здесь, у блиндажа. Он же разведчик был. И место тут сухое. Пригорок. Хоронил кого? Пацан. Вот и давай. Что, майор, удивлён? Получается, что за исключением пункта связи и нескольких огневых точек, всё сплошная бутафория. Дерево. Ложная передовая. Ложная передовая. Так точно. А миномёты что, тоже дерево? Ложная передовая. Начинается. А-а-а. Опять? Опять, если бы, да кабы. Наступление на твоём участке утверждено штабом фронта. И отменить его не ты, не я не в состоянии. Ну, есть полк под траву зелёную положим. Ну, ты меня уму-разуму не учи. – А я не учу! – Я сам учёный! Вот заменить до сих пор не удосужились! Да в самом деле! Самсонов! По вашему приказанию майор Самсонов прибыл! Замени! – Быстро! – Есть! – Сейчас заменят! – Кури! Что у тебя на уме? – Спасибо! – Скажи! – Во-первых, налицо все признаки ловушки. А если есть мышеловка, то должен быть и способ её захлопнуть. А лучше, чем эта высота, места не найдёшь. Это я уже слышал. Во-вторых, мои разведчики взяли языка. А он дал явную дезу. Почему? Да знал, что проверим. А проверив, убедимся, что высота никакой опасности не представляет. Что, если немцы знают о части нашего наступления и скрытно подведут на высоту свои ударные силы? По данным фронтовой разведки, где-то здесь, в глубине немецкой обороны, есть мобильный танковый резерв. Немцы сейчас не так сильные, как в 41-м. Вот они и собираются в кулак. Сколько, по-твоему, им нужно, чтобы подойти к высоте 89? Ну, по хорошим дорогам, часа два, не более. Значит, завтра. Мы прыгаем в котел. Это невозможно. Можно. Ой, Иван Семёнович, ну, наконец-то. Ну, проходите. Печка дымит, дышать нечем. Не знаю, что делать. Вы помогите. Просто кошмар. Понятно. Видите? Это сюда. Ой, Иван Семёнович, можно я на минутку отойду? Ну, какой разговор? За связью посмотрите, а? Тут просто, смотрите, надо нажать сюда, на эту. Так. На эту. Потом сюда. Так. И на красненькую. Всё. Ага. Понятно? Сюда, сюда. Угу. И на красненькую. Да. Ну, всё. Ладно, беги, дочка. Не волнуйся. Не волнуйся. Федорищев, Карапетян. Остальную машину. Ася. Гриш, ну, что у тебя за вид? Хороший. Нет. Да. Ну, ты хоть поел, успел. Разумеется. Хотя, впрочем, не помню. Горе ты моё. Ну, пойдём, я приготовлю. Ты же на дежурстве. Да есть кому подменить. Пошли. Саидов! Стоять здесь! Сидорёнка! Ага! Ой! Чего молчишь? Да. Высоту-то надо брать. Здесь всё решает время. На полчаса, на час немцев задержим и всё. Они сами будут под угрозой оказаться в котле. Какими силами её брать будешь, майор? Я же тебе полк под неё положить не позволю. Согласен. В ближайшее время нельзя немцев тормошить. А я туда разведроту отправлю. Да! Что да? Они будут там. Кто? Ну, Малютин и его ребята. Малютин? Это тот, который диверсантов положил? Тот самый Малютин. Ещё мальчишка. Вы знаете таких, а в нём есть талант. И ты отдашь такой приказ? Да. Потому что вы мне его отдадите. А приказы, как известно, не обсуждают. Ладно, всё это, Ленька. Может, ещё какое решение найдётся. В любом случае, я так просто своих ребят хоронить не намерен. Товарищ полковник. Что? Новая. Та лучше была. Ладно. Чем смогу, помогу. Но ты же знаешь сам, всё будет брошено в прорыв. Малютину своему передай не приказ. Просьбу. Какую? Выжить. Горит, Иван Семёныч. Ну, молодец. Горит. Ну, спасибо. Спасибо. Ну, как? Накормила своего-то? Ай, да хуже ребёнка. Что со связью-то? Нормально? Со связью? Нормально, дочка, со связью. Ну, спасибо. Ладно. В случае чего, зови. Ну, счастливо. То ты и есть он заговорённый. Он самый. Ж ближе ещё конец войны, а? Союз хочется замуж. Чего женится. А кто женится, а? То ты? Да нет, не я. Мой час ещё не пройдёт. А то масш когось на примече? Военные тайны. Да и не свадьба у нас, а скорее проводы намечаются. А я таки поненки. Хоть за козла, только бы замуж пошла. Вудка фабрична. Перший сорт. Малахов! Я! А ты за чекай. Прими! Хобот! Дуй в расположение части. Пулей! Я вслед за тобой. Ни капли не пропадёт, товарищ старшина! Особист ваш. Тен капитан Шульгин приходил. Выпытывался о всём. Ну так работа у него такая. Война, фронт на носу. Я розумим, когда люди верят, что один другому есть всегда кто-то, кто хочет контролировать. Выпытывался, кто до меня приходит. А ты? Ну, люди разные бывают. Бывают. Ваши тоже бывают. Приходят. Ну он про это и сам знает. Именно не назвал им. Бронь Божия. Русский я, Ваня. Вот так вот. А я так и думал. Прошу, до столу. Зараз картофелье в гранцах подам. Чем Бог пошла? Прошу. Прошу. Маркел Андронов. Моё имя. Родом я с Тамбовщины. В 20-м воевал тут с Тухачевским. В плен попал под Белостоком. Вот так вдруг. И с пленом меня в работники взял её отец, пан Каменецкий. Ну, тут мы с ней и слюбились. На сеновали. Ой, матка Божка. Тоже мне вспомнение. Ну, а когда забыхатела, я должен был принять католичество и в Кощелл под Венец. Ну, а потом, когда родители её померли, я сам стал паном. Пан Марек меня величают. Ты про это больше никому не сказывал? Только тебе одному. Как на духу. Смотри. Шульгин узнает. Из-под земли найдёт. Нашёл уже. Слушай, Ваня. А может, мне к нему самому, а? Ну, с чистосердечным признанием. Пока не поздно. Ведь у вас-то ваша теперь будет. Вроде к тому всё идёт. Да я не с пустыми руками. Я могу бочку прокатить. И ещё до войны припрятал в погребе. На двадцать ведер. Он твою бочку без тебя конфискует. Ты сиди и не рыпайся, понял? Ваня, я тебя с ребятами сведу. С какими ещё ребятами? С уасовцами. Это зачем? Их немцы заставляли минные поля укладывать. Они проходы знают. И ко мне бегают свободно. Так-так-так. То неделю их нема, то через день сюда к нам ходом. Ну, вот, Шульгин им их и сведи. В самый раз. Нет, Шульгин их шлёпнет. А ты же разведчик. А ты не боишься мне такое предлагать? Нет. Почему? Ты человек, Ваня. Они предатели, понимаешь? Предатели. Я тоже предатель. Ой. Своих стрелял? Никогда. Да. Честно? Честно. Больше об этом не болтай. Думай, как свою шкуру спасти. Так-так. Не все предачили разные. Есть два хопчика. Ближняки. Зачинство друг другим зонзане. Мы жили на войне. Одразу до неволи. Жалко их. Кто бы нас пожалел, когда нас эти мальчики убивают. Мариська, племянница моя. Её родители, когда ваши пришли, в 39-м ликвидировали. Воспаление лёгких у неё. Лечим, как можем. Её надо в больницу пристроить. Где она? А вот там. Ты мне это, что ли, хотел сказать? Да. Ой, пошли. Мама, кухонечка моя. Матка Боска. Что же вы её тут держите-то? Время такое. Все девчат прячут. В больницу надо. Ладно. Я Михаила пришлю. Я Михаила пришлю. Тихо. Иди сюда. Иди сюда. Узнаешь того шута? Да. Тот самый, который отплясывал в офицерской фуражке. Не стреляй. Поиграем с ним. Поиграем с ним. Поиграем с ним. Поиграем. Ха-ха! КОНЕЦ 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 БАК! Не хватало еще пули в спину. Ухрь какой. Представляешь, опять в меня этот гад стрелял. Канистру с водкой продырявил. Тоже мне снайпер. Я и вижу, что она вся в тебе. Не пропадать же добру. Не дыши. Ух ты. Опаньки. Кого пули облетают, а кого вон счастье не обходят. Да? Да ты не переживай, Оль. Ты о чем? Это дело времени. Уроем. Я, не я. Обязательно уроем. Дело времени. О чем ты? А ты. Я снайпер. Ты что, бензин пил, что ли? Канистра же из-под бензина. Где она? Там осталась пробитая. Эх, сейчас бы выбить. Канистра после выстрела осталась на том месте? Ну да, что я дуракую тащить. Они же стреляли в меня. Оп. Я спрашиваю. Канистра после выстрела осталась на том месте? Ну да, только подпрыгнула чуток. Где это место? По дороге на хутор к Марику. Хочешь, я покажу. Сама найду. Слушай, а чё это ты меня вдруг? А чего я? Ну, к себе, в напарники. Нравишься? Да? Слушай, а я могу тебя в жёны взять. Мне нужна как раз такая. Серьёзная. Красивая. Пошли. Нам сегодня здесь делать нечего. От тебя лекарствами пахнет, как духами. Это мы с Аськой помогали раненых перевязывать. Знаешь, много раненых очень. Так воюем? Да. Всё хорошо. Знаешь, я тоже собиралась воевать. Даже готовила себя к лишениям, к смерти готовила. А здесь мы в штабе. Живём как в раю. Спим на кроватях. Как будто войны. Нет, молоко пьём, птицы поют, ты рядышком. Всё как в жизни, понимаешь, да? А скоро наступление. Да. Всё так вот. Всё так вот. Продолжение следует... 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну чё, мужики! Я пошёл! Так! Пошёл! Ну и гадость же вы пьёте! Когда он очнётся, то приведёт нас прямо к ней. Ты по-прежнему думаешь, что за тобой охотится фрау? Этот Карл рiecht nach einer фрау. От этого щенка пахнет женщиной. Wer hat Glück? Счастливчик! КОНЕЦ КОНЕЦ Э-э! Э-э-э! Суки! Волки позорные! Твари вонючие! Разорву! Думали, вы сделали Малахова хрен вам?! Волки позорные, тварь, а! Вот вам! Да что ты? Ложи! Мины! Бежите! 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 Бежит! 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 Иди! Убью паразита! Убью! Оля! Оля! Ты дурак! Ты дурак! Жива! Я их разорвусь! Какой же ты дурак! Разорву! Разорвусь! Жива! Пацан! Ну ты чего? Хвостун! Тихо! Всё хорошо! Всё же хорошо! Пропади ты пропадом! Я тебя не видела здесь! Больше! Тихо! Слушай, а почему ты не стреляла? Я не собиралась! Пусть он считает, что меня уже нет! Военная хитрость! Что это? А? Вызывали, товарищ майор! Да! Разговор строго между нами! Необходимо пополнить роту лейтенанта Малютина обстрельными солдатами! Но таких осталось немного, верно? Так точно! Вот и отдадить Малютину тех, на кого заведено дело! Что вам не ясно? Всё ясно! Но не имею права, товарищ майор! Им будет поставлена задача, после выполнения которой приговор уже не потребуется! Прекрасно знаете, Сергей Павлович, кто может отдавать мне подобные приказы! Плевать! Не узнаю вас в последнее время, товарищ майор! Я лучших солдат своих! На верную смерть посылаю с кем три года воевал! А каких-то дезертиров жалеть буду! Короче, есть такие! А как же? Сколько? Одиннадцать человек! Одиннадцать! Всех забираю! Нет, всех не получится, товарищ майор! Капитан, я не люблю повторять! Сергей Павлович, вы даже не представляете, кто они! Двое дезертиров! Трое бывших штрафбатовцев! Они напились и устроили дебош и сбили дежурного по части! Есть насильник и мародер! А это расстрельная статья! Вот и скажите им! Родина дает вам последний шанс смыть кровью свой позор! Все, выполнять! Еще вопрос, если можно! Ну? А лейтенант Малютин тоже в чем-то замешан? С чего вы взяли? Но если вы отправляете его на такое задание, а то я не располагаю никакими сведениями! Вот и хорошо, что не располагаешь! А на меня? На меня располагаешь? Отвечать? Ты с катушек съехал, бухгалтер? Вон! Ты... Ты запомнишь этот день? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот такие, брат, дела. Задача понятна? Так точно. Выполнима? Ну, раз поставлю, значит, выполнима. Ты хоть понимаешь, чем это может закончиться? Если все пройдет успешно, получу звезду героя. Посмертно. Да нет, все нормально, товарищ майор. Все нормально. Все хорошо. Ой, то не вечер, то не вечер. Ой, мне малым мало спалось. Из Чипаева, что ли? Угу. А вот я не умею петь. Я тоже не умею. Пойте. Да, восьмой привиделась, Будто бы конь мой вороной, Ой, разыгрался, разрезвился, А дальше я слов не знаю. Я не знаю. А вы пойте. Давай сначала. Ой, то не вечер, да не вечер, Мне малым мало спалось, Мне малым мало спалось, Ой, да во сне привиделась, Будто конь мой вороной, Рад такой. Субтитры создавал DimaTorzok